Всем привет, ребят, с вами, как обычно, Мега-серия У12, и мы продолжаем наше прохождение. Как вы уже поняли, у меня в тот раз, ну, забаговала игра, хотел сказать, вылетела, но это не совсем так. То есть, вы помните, у меня был пустой диалог и всё такое. Пришлось грузиться мне с раннего сейва. Я вне записи прошёл тот момент, то есть, помните, я там плыл, просто пиратов топил. В этот раз я сделал то же самое, только пиратов топил чуть побольше, в итоге мне дали уровень. Всё-таки я помню, когда ныл, что мне не хватает чуть-чуть опыта до уровня. Вот я его набил также на тех же пиратах, а так больше ничего не сделал. Также пограбил, захватил корабли, продал всё на ловеге и на ней сохранился. В общем, всё то же самое, что было в той серии. По поводу квестов, того, который я взять пытался, но мне почему-то его не дали, хотя корабли, как написано, большого класса, то есть, там, второго-первого нужен, но квеста нет. На другом сайте я нашёл, что удача нужна 7. И 7, видимо, не вот с бафами или ещё с чем-то, а, видимо, своя родная 7 нужна удача, поэтому будем выбивать. Мне вот за уровень дали два умения только, но без способности. Посмотрим на следующем ранге тогда этот квест, не знаю. Ну вот, кстати, на пират с лайфе не написано, что нужна удача 7, так что мы эту информацию проверим. Если она действительно нужна будет 7, то я надеюсь, те немногие, кто с этого сайта меня смотрит, я знаю, такие есть, подправят этот косяк или как-то исправят, но потому что такое небольшое недопущение, я считаю. Ну а так, в принципе, корабль готов, мы займёмся, наверное, квестом вот этим. Да, ладно, не Вудман написали. Мирского пирата Брайана Альдзака. Да, нам, по-моему, да, нам Тартуга хотел бы, да, я, наверное, опять выполнил квест этой, основной сюжетки. Попочкой попозже будем заниматься. И давайте раскидаем навыки. Так, это у нас, это у нас, а, у меня же Саша стоит сейчас. Это у нас навигатор. Так, почему я не могу прокачать, если у него вот здесь девятка? Хм, странно. Ладно, да, что-нибудь скачаем. Так, учитель, здоровяк, ну, здоровяка дадим, кому ещё не дали. Пассажир. Это у нас, видимо, тоже запасной навигатор, но навигацию и скачаем. Так, это у нас... Да пусть тоже будет навигатором, пофигу вам. Больше свободных капитанов, нам же лучше. Пленники. Пленников я всё никак не скину, у нас их два человека. Правильно? Вроде когда. Пассажир. Боец. Боец, боец. Ну, что-то немногие, кстати, прокачать. Он казначей прокачался. Ну, не знаю, казначей, наверное, для торговли всё-таки так или иначе на удачу. Так, давайте покачаем её. Врач пусто, канонир пусто. Бот, ага, Саша покачалась. Так, а почему у Саши нету... Я же ей поставил всё вот эти садские. Почему у неё баба... А, вот появились баба. Ну, это, видимо, глюк просто не отображается вообще сразу. Шесть у неё. Ну, кстати, скоро мы из неё и сделаем себе неплохого штурмана. Так, и мы. Ну, я, естественно, всё вкидываю в удачу. Потом на следующем уровне тоже до семёрки прокачаемся. И посмотрим, что у нас с квестом будет. Ну, ладно, погнали. Я надеюсь, вы не слышите эти скрипы. Он реально скрипит, как какая-нибудь старая посудина. Какая-нибудь гнилая шхуна. Так, опять у нас просят бабки. Ну, это те, кто по уровню вырос. Вот они и просят прибавки. Что ж, поплыли на Тартогу. Нам надо в этот попасть. В таверну, какую-то монету там найти. Кстати, высказал с такое мнение, мол, помните, в одной серии говорил, типа, ворот открывается в воду и типа, сразу на корабль. Но, опять же таки, во-первых, тут обрыв. И, во-вторых, допустим, даже вот мой фрегат, достаточно большой корабль, но он даже наполовину по высоте не тянет на этот обрыв. То есть, прыгать-то всё равно придётся. Или там, я не знаю, как-то. Но, в принципе, вот если так сравнить, если открыть эти двери, то можно по этому мостику добраться до матча. Но, я не знаю, это надо, наверное, близко приплыть. Короче, всё равно останемся при том мнении, что бред, что ворота в сторону... Ага, воды. Но, так или иначе, водный паром. Например, если сюда Мановара будут часто заходить, то почему бы и нет. Дэниел. Так, интересно. А это, может, этот квест? Как он? Тяжёлый будни наёмного убийца? Он же не Тартугик разберётся. Да, опять вот отсылки к Корсарам 2. Там персонаж тоже примерно так начинал этот квест. Ну, не наш, а который давал квест. Типа, у меня есть там такая красненькая работка. И мы, типа, отвечали ему, что на быка похоже. Говори, как есть, не выпендривайся. Ну да, это явно этот квест, судя по тому, что он от нас просит. И по отсылкам к второй части, так что... Видимо, надо было просто по сюжетке продвинуться, чтобы этот квест стал доступен. Тут всякие ограничения на побочные квесты стоят. Поэтому просто так не возьмёшь. Ну, мы, как бы, не самые такие святые люди на этом архипелаге. Так что отказываться, я думаю, глупо. 1200 золотых. Цену вы себе знаете. Жародан. Вот это имя. В таверне на Барбадосе. Или на Барбадосе. Ну и вот... Короче, ребят, не нойте. Я буду говорить Барбадос. Мне просто это нравится по звучанию больше. Даже если правильно Барбадос. Пытается забыться. Но прошу без шума. Всё должно быть тихо и спокойно. Он нас будет ждать в таверне. Тяжёлый будни. Ага. Блин, а интересный квест. Может заняться я им? Ну ладно, давайте монету грёбаную найдём. Так. Кстати, я бойцам же тогда пистолеты поменял, нет? Не помню чё-то. Боец, боец. Так, боец, боец. А, ну да, поменял. Так, и мне очень хочется взять способность с керасами. Надо как-то что-то делать. Офицер мне не нужен. А это кто у нас сидит? Ой, нет, я не хочу. Выпьем за тех, кто уморит. Любые развлечения. За ваши деньги всё что угодно. Нет тебе дела. Любые развлечения. А, ну мне, наверное, комнату надо здесь. За ваши деньги всё что угодно. А, ну. Ну пусть до утра. Наверное, скрипт сейчас работает? Вы получили монету Питера Блада. Так. Хорошо, монету я нашёл. Чё она из себя представляет? Давайте посмотрим. Ммм, непонятно. О! Стопиаструх нашли. Найс, найс. Эй, друг, садитесь. Выпей с нами. Сейчас будут разборки, я так понимаю. Что вам надо? Не видите, я очень занят. Ну, он нас называет хиренькими, но даже, судя по размерам, Питер, конечно, действительно не прям уж толстоват, но... Явно уж побольше этого паренька был. Новая запись в журнале. И чё за запись? Теперь нужно эту монету... Ага, нам надо в Сан-Хуа. Ну, кстати, в сторону Барбадоса пойдём. Так что можно квестом призаняться. Вроде нас никто не нападает. Поплыли. Так, по-моему, на Сан-Хуа не ожидает. Квест взял. Он, по-моему, по улице гуляет. Так, я не могу доплыть, да? Хотя уже казалось бы близко. Ну, ладно. Блин, мне реально начинает казаться, что этот стул скрипит, как корабль на море. Реально. Он уже настолько раскрепелся. Блин, может смазать его чем-нибудь? Вот я, по-моему, когда-нибудь просто упадую, проваливаюсь, блин. Так, а, вот он входит. Джон. Тысячи чертей. Я самый известный пират в этих модах. После Николаса Шарпа, конечно. На остров Гренады. Ну, кстати, это чуть ниже Барбадоса. Все пути ведут туда. Редкие специи достать можно у одного торговца на всем архипелаге. Ну, а нас опять начинают гонять. Какие-то левые квесты начались. Ладно, сейчас, я думаю, призобьем. И сначала заглянем-то в Бридштаун. И, наверное, надо бы сохраниться. Ну, и, естественно, ветер начинает дуть против нас. Куда ж без этого. Кстати, насчет основного сюжета. Мы прошли практически половину всех квестов. Основных чуть поменьше. Я так примерно смотрел. И, в принципе, нет-нет, но пару побочек выполнили. Короче, я бы сказал, где-нибудь на 35% мы уже игру прошли. Да, тут глобалка намного больше, чем в ГПХ по размерам. Острова более отдаленно друг от друга находятся. Так, опять 40 тысяч платим. Могу разеваться. Сейчас вот это, я не знаю, по-моему, это 13-я серия. Но я думаю, серий 30 будет по прохождению. Это я вот возвращаюсь к разговору о том, сколько мы прошли. Примерно, если прикинуть, я думаю, ну, серий 30, да, будет. Ну, опять же-таки, вы не забывайте, что серии по... По полтора часа порой бывают. Ну, по часу минимум. Блин, у него всего 31 человек. Чувак, го в море, а мы едим, а? Поговорим. Не, не хочешь. Ну, что-то, мне кажется, он неспроста стоит. Тваршип. Эдитация. Так, это опять какой-то квест, я догадываюсь, какой. Так, это, видимо, просто опять очередной болту. Не испытывай судьбу. Эээ, ладно, на. Я могу вам чем-то помочь? Ну, что еще? А, вот этот квест есть, такой мини-квест. Типа, он спорит с нами, есть ли у нас 3-ный табак. Если и вправду нет табака, то я дам тебе тысячу. Да, пожалуйста. Спорщик хренов. Ну, косарь дали зато. Но тут главное помнить, что у вас в трюме лежит. Да, они всяким персонажам диалоги, конечно, приписали, только вот проблема в том, что надо самому так подходить. Куда придешь, салага? Чеши отсюда, пока цел. И спрашивать. Я не буду тратить свое время на таких, как ты. В таверну нам, по-моему, надо, и... Как его звали? А, Жародан, точно. Такой не забудешь. Я все боюсь ошибиться и сказать Жаробан. Так, включай марлиное зрение. Я думаю, Жаробан, это... Это... Это вот этот чувак. Блин, нет, сука. Ты? Тоже нет. Блин, ну... Ну, текстурки, я просто перепутал, ребят. Я знал, я знал, что это Жаробан. Это просто его брат-близнец. Он хотел отличь мое внимание, но у него ничего не получилось. Что вам угодно? Так, ну вот он здесь сидит. Ну, я так понимаю, надо поговорить с этим. Так, ну это, видимо, как раз для квеста надо вот это все сделать. Так, нас отправляют чё-то к воротам куда-то. Ух... Ну, пойдемте, посмотрим. Так, ворота городские здесь. Э, а, блин, это же не КБКшный Бриджтаун. Тогда вот здесь. Я так понимаю, вот этот дом. Чувак. Ладно, я выслушаю тебя. Только скорее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ну, выясняется, что денег при нём явно нет А нам надо было, ну, в идеале выбить с него долг Опять мы, как в Корсарах 2, выманиваем какой-то дом в джунглях за городскими воротами Не испытывай судьбу Нифига себе! Ну, то есть у нас даже нет выбора, чтобы как-то не убивать его, выяснить где остров Но на нём реально ничего нет Ну, понятно Можно обратно на Тортугу идти, но нам пока рано Главное, чтобы нас сейчас никто не принял Так... Ну нет, этот корабль, видимо, никак не связан с квестом Я думал, по квесту здесь... Ну, блин, то, что у него 30 человек, прям... Эх... Ладно, поплыли на Гренаду, нам, по-моему, отправили-то Ну, она здесь недалеко Поселение контрабандистов нам надо, по-моему Ну, собственно, это не проблема Так... Пиратский форт Последний раз около пиратского форта Вот в таком доме я нашёл себе Кольцо Всевластия Но, увы, видимо, оно выпадает только раз Но, с другой стороны, цацки можем собрать своё мусор Хотя давайте посмотрим Кстати, тайник из Косаров 2... О, остался! Здесь постоянно в Косаров 2 лечилка была Перекочевала, видимо, оттуда Бриллиант, в принципе, тоже неплохо Денег стоит Ну, и почему сабли нельзя снять со стены? Ну, ладно Так... Ну, я так понимаю, нам надо... Сюда Вот он нам и нужен Добро пожаловать в Косаровск's! В Косаровск's видео В Косаровске В Косаровске Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Но не понял, каким образом мы знакомы с этим губернатором. Мы же, по-моему, тогда голландцы помогли, а не кому-то другому. Кстати, надо было кого-нибудь ограбить, потому что в этой серии мы очень много плавали. И уже одну зарплату дали, я думаю, на подходе вторая, а это уже будет 80 тысяч, так что надо... Возместить ущерб, так сказать, снизить избыток, точнее убыток, точнее издержки. Короче, там сами что-нибудь выберите. Ни хрена себе тут пиратов. Отлично. Сейчас захватим галеончик. Брик, я думаю, тоже захватим. Есть, одного утопили. Брик захватить я сделал святое. Ну, естественно, они дерутся, сдаваться не хотят. Ну, вы там сами уже разберитесь. Теперь чё тут к суспе не подошёл? Быстро они их порвали. Ладно. Я как бы не возражаю. Главное не переставать лутать. Вот даже в отличие от того же ККС, здесь даже в середине, в конце игры имеет смысл лутать. То есть если там кроме всяких ремней и склянок ничего не выпадало, здесь реально может выпустить и оружие, и цацки ценные, реально дорогие. И всякие идолы, которые дают бафы. То есть это стимулирует обыскивать трупа. Там со временем как-то забиваешься, на это. А тут вот... Ну, аналог этой ники в сталкере. Тоже вот я играл в последний какой-то мод. Не помню, как называлось. Какой-то навороченный ветер времени, что ли, на Азов Припяти. И там, короче, тайники реально ценные. Там всякое оружие интересное может лежать или еще что-то. Их, конечно, реально надо искать прям. То есть не все так просто, но... Если ты нашел, то там реально будет что-то ценное. И вот в отличие от оригинала, где там только всякие консервы лежали, и смысла не было, имеет смысл заморочиться. Ну, дублет. Найс. Так, я бы припасы взял, если честно. И, в принципе, больше мне ничего не надо. Давайте захватим корабль. Так, ну, меня больше беспокоит Галеон. Если честно. Галеон бомбами у нас стреляет. И это не вещь, хорошо. Так, вот. Прошел залп картечи. Ну, в принципе, мы с ним на равных, так что можно попробовать. Чем он там? Не перезарядился ли он там в случае? Перезарядился. Но это было вполне ожидаемо. Ой, как он нам по парусам зарядил. Нехорошо. Ох, он нам еще и с этого залпа с борта зарядил залп. Ну, ничего, ничего. Мы тоже можем ответить. Вот, непонятно, тут с командой дела. Но его сейчас утопят, блин. Блин, а можно как-то корабль картечий утопить? Не стреляйте по нему, он мне... Еще нужен. Блин, грузиться так лениво. Блин, углеон. Ладно. Сейчас, по-быстренькому, по-фастику. Все, всех порвали. Зато сейчас, может, что-то ценное поднимем. Вообще, в Корсарах было бы интересно сделать, чтобы на трупах было, ну, как в типичных RPG. В том же Скайриме убиваешь, на нем обязательно броня, в которой он был. На нем обязательно меч, там, шпага, ну, шпаги там нет, меч, там, топор, ну, который при нем был. А вот тут был то же самое. Вот, например, если мы сейчас играли, у него бы был топор. Например, если у него текстурка была с керасой, мы бы еще и керасу с него сняли. Сапоги, например. Ну, было бы реалистично. Я уж не думаю, что это так сложно реализовать. По крайней мере, оружие точно, потому что оно так или иначе как-то прописывается в определенном NPC. И то, чтобы оно падало в трупах. Но при этом сделать, например, чтобы оружие было дешевым. И плюс ограничение по весу. Во-первых, ты много не соберешь. Во-вторых, смысла в этом особого нет, потому что... Ну, дешево. Ну, ё. Блин, ребята, а если б я не перезагрузился? Класс, класс. Значит, оно не в единственном экземпляре падает. Я вот прям... Попросил у Вселенной это кольцо, когда пошел в тот дом. На пиратском острове. И Вселенная все-таки дала мне это кольцо. Пусть и не в том доме, но все-таки. Найс, найс. Блин, может утопить его? Зарядить картечью есть, капитан. Блин, он нам чуть Брик не утопил. Попробуй его утопить. И тут... Так, он картечь же-то ределал. Но я уверен, он так быстро не зарядится. Так, он не по нам прошелся. Это не может не радовать. Так, все, отлично, ребят. Мы даже по команде практически никого не потеряли. Вот это я понимаю, отработали чисто и быстро. Ну, Глеон, естественно, захвачу. Тут дураку, понятно. Блин, но... Энергия кончилась. Что-то у них народу прям... Что у них как народу-то много, я не пойму. Я вроде по нему два залпа картечью успел дать, прежде чем взять на абордаж. Ну, нет, нет, нет. Просто, видимо, заспавнились, где больше сначала их было, чем наш. Но, в принципе, перевес все-таки на нашей стороне. Ну, самородок. Камушек. Ну, собираем все. Че тупить их. Вот что мне нравится после обыска... То есть, с одной стороны, это косяк. Я наверняка уже ныл, что нафига не так сделали. Но мне нравится, что после обыска больше повторных обыскать нельзя. То есть, когда они вот так кучкой лежат, намного удобнее обыскивать. Но, мне кажется, такое надо сделать, что только когда ты все забрал. Так, я вот не помню, я здесь, видимо, смотрел. То есть, ты забрал все, да, смысла открывать пустой труп, нет. А если ты, например, что-то не взял, или там случайно закрыл, или еще что-то, то, конечно, можно повторно было бы облутать. Это было бы удобно. Чувак, твой голеон будет теперь моим. Не стою в блоке. Блин, я лечилку случайно заюзал. Не скликнул. Ну ладно, блин, опять у них тарелки. Ну, понятно, после кольца всевластия очередного... Игра нам в тарелке стал преподносить и попугаев в сундуках. Абордажная сабля. Класс. Корицу весом. Кстати, у него есть парусина и доски, что очень круто в нашем случае. Припасы. Ну, давайте возьмем припасы. Окей. Корица, одежда, сандал, порох. Порох маленько возьмем. Так, захватить, естественно. Ну, все, класс. Два корабля. Так, главное, чтобы нам Брик не утопили. Ну, я думаю, не утопят. И кто у нас там остался? Брик? Нет, Шнява. Я не думаю, что мы будем Шняву захватывать. Поэтому будем топить. Шнява. Как? Как залп с борта умудрился ее не утопить, я не понимаю. Так, ну хотя бы с носа. Понятно, они протупили. Ну, что тупите, ребят? Стреляйте. Сейчас уплывет. Да, стрелки, конечно. Аховая. Где это ретард? Ладно, ладно, сейчас зарядится. Ну, быстрее. Все, кайф. Ну, практически как за Брик опыта дали. Так, а нам-то куда? А, нам надо на Тартугу обратно, да? А, на Монтасард же нам надо. Точно, точно. Повторяю. Сейчас заодно там корабли издадим. Все по опыту, кстати. Ну, неплохо. 20 тысяч уже где-то подняли. Хотя вроде ничего такого-то не делал. Хотя может не 20, может поменьше. Что-то не засекал. Ну, по-моему, 430 было. Так. Хорт Монтасард. Что-то мне кажется, это подстало с этой запиской. Там что-то левое будет. Ладно, сейчас узнаем. Так, сначала личные вещи мне лень продавать. Давайте продадим все. Добро пожаловать в мой магазин. Продадим все. Ну, у нас парусинок кончился, хотя только что было аж 80 штук. Забыл, что хотел до этого сказать, но ладно. В любом случае, личные вещи мне продавать лень. А вот эти надо бы продать. Нет-нет, до 10 тысяч не бегает. В принципе, мы уже окупили ту зарплату, которую мы выдали до этого. Я вот так по деньгам смотрю. У меня в начале серии как раз было где-то 700 с копейками. Так что сейчас мы продадим корабли и окупим будущую зарплату. Блин, кресло у него такое министерское, конечно. А, нет, это не галеон, это брик 17 тысяч плюс 30. Ну, как раз 47 тысяч на зарплату. Правда, еще самим надо подчиниться, но, в принципе, не так дорого. У нас же еще личные вещи всякие мы там набрали. Плюс они еще в стоимость потом пойдут. Так. А не скажет ли нам, дорогой губернатор, по поводу... Фу-то, дорогой товарищи, по поводу губернатора. Одна кружка свалит с ног даже старого босса вона. Нет, не скажет, но зато команду даст нанять. Не особо, кстати, у нас большие потери. Ну, ладно, идемте к губернатору, только сохранимся перед разговором с ним. Я уж не знаю, что там. Я не знаю, откуда Питер Блейк говорит, что его знает. А-а-а-а! Блин, мы же с ним по основному сюжету сталкивались вначале. Мы же шпионить сюда приплывали. Ну, давай, Ретард. Я вас слушаю. Да, и губернатор сразу такой... Ой, мне не приходило это в голову. Продолжайте, как будто до этого мы не пытались объяснить эти вещи. Мне бы первое это... Ну, понятно, губернатора тут таким наивным, добродушным, простачком выставляют. Да у него и моська-то вон такая напыщенная. Но прежде чем отдавать письмо, я надеюсь, Питер Блейк прочитал и убедился. Сущим простакон, я даже сказал, простофилий. М-да. М-м-м, тот самый знаменитый... Так, сейчас мы выходим, у нас стражи вяжут. М-м-м, или нас тупо гоняли туда-сюда зачем-то. Понятно, понятно. Опять. Мой труд стоит дороже, капитан. Так, ну... Я так понимаю, опять на Гренаду надо плыть. Я надеюсь, в этой серии мы успеем заскочить на Тартугу. Мне стал интересен этот квест. Он что-то там про остров говорил? Я думаю, в конечном итоге всё к этому и сведётся. Что мы будем вот так складом искать. Так, стоп, а куда я плыву? На, курс я маленько. Не тот взял. Ну ладно, теперь тот. Блин, ну я же прям по краешку... Сейчас игра, наверное, вылетела. Нет, не вылетела. По краешку плыва. Еб-э-э-э. Я думал, прям через нас сейчас пройдёт. Блин, давайте грузанёмся. Вот что-то с картинками тут не то присеиваю. Я сеял всё в Резиденция, а картинка, где я на паузе стою. Так, всё, ладно, погнали Сейчас надо более правильный курс изначально взять Так, деньги, что-то меня будут просить Придержи свою припавку Видимо, уровень поднялся у кого-то Но мне лень смотреть потом Ну, вроде правильный курс Но очень далеко Большая, излишне большая карта И это только до Гренады путь А вы посмотрите, где Кюросау Ну, непонятно, зачем они сделали Ещё в третьих корсарах Ну, видимо, хотели растянуть сюжет Точнее, время, занимаемое сюжетом Если его вообще можно назвать сюжетом В третьей части, в оригинальной Так, кому бы дать кольцо Из этих ребят И пока придержать Я посмотрю, сколько оно стоит Если оно 1050 стоит, я его лучше продам Так, где этот Джо? Прав тот, кто ударит первый Чё-то, мне кажется, всё равно не то с этим квестом было Но мы об этом, видимо, потом узнаем Точно наш герой Так, нам надо в Сан-Хуан Отлично Из Сан-Хуана можно будет На Тартугу заглянуть Или даже наоборот Сначала на Тартугу, наверное, заглянем Поплыли? Ну, тупо туда-сюда гоняют Так, а музыка поменяется, если? Ага, всё, вот падают и поплывём Из XIX века, из концерта О, в этот раз три Вот почему? Почему сейчас они просят 5000? Я не понимаю Ну, офицеры, понятно Их там как раз, если каждый там под Е3 получает Но почему у меня команда? Вот я помню, изначально тоже они получали Ну, тысяч Пять, семь Потом бац, два стало Хотя я зарплату платил Долгов не было, ребята Почему упала? Я не понимаю Люди у меня все на месте Не знаю, ребята Реально не понимаю Такое ощущение, что казначей проснулся А до этого его не было Потому что как ещё объяснить? Чё-то меня прям отсели В сон вгоняет и вгоняет Вгоняет и вгоняет Блин, ну сколько пиратов, а? Прям стая шакалов за нами вылезалась Блин, ну Сан-Хуан Или всё-таки сначала на Тартугу? Я думаю, что... Блин, пираты Опять чё-то пищало Ну я, естественно, не буду никакого всех захватывать Топим их Отлично, одним залпом Точнее, одновременным залпом Сразу двоих Класс Хоть опыт подняли Да вы заколебали Пирата И попробуй увернись Он вот из ниоткуда заспаунился И прям на нас вывернул Ну ладно, давайте сначала заплывём Всё-таки в Сан-Хуан Раз по пути Так Джон Где же ты, Джон? Вижу тебя Тысяча чертей Я самый известный пират Не заставили себя долго ждать Да я, наверное, мне ещё сердце не больше плаву Да-да-да, вот Питер Блейк тоже говорит Как можно связать золотую монету, специи и меч Мария Галанта Нет, а он не мог сразу мне сказать, что чувак Нужен ещё меч, который находится в той же стороне, где есть пеции Ты заодно можешь заплыть и взять меч Но нет, Ска, ты будешь плавать туда-сюда, туда-сюда Потому что, блин, это корсары Уж хотя бы добавили бы в диалоге, что он совсем недавно сам об этом узнал И типа поэтому раньше не мог сказать Так, нам надо ещё на Исламону зачем-то Погонись Насчёт меча Ну, мне уже... Ладно Лядь мне, короче Не буду говорить то, что хотел изначально Слишком это будет грубо Так, на Исламону всё я не хочу Всё, в следующей серии занимаемся побочкой, ребят Надоели мне что-то эти основные квесты Основные сюжетки Скучные чё-то Проседают маленько в середине Ну, там под конец самый экшен начнётся Всё, давайте пока займёмся побочкой В этой серии начнём и ещё следующую посвятим по бочкам А то мы то плаваем, то грабим, то основные квесты Стеймсер по бочку совсем забыли Откуда? Откуда они взяли? А, понятно, на путь они остров Ну, опять же, такие резко появились Хрен вернёшься Так, нам надо какому-то чуваку, который будет нас ждать в таверне Ну, вот к какому Мне нужна ваша помощь Не хочу Не хочу О, вот он Девять тысячи Это всё наличными Флинт Винслоу Хех, как мыша из этой Из Котопса Он хозяин таверны на Ямайке Ну, вот опять же Тот говорил про остров У этого чувака будет карта То есть Всё нас подводит именно к этому Так или иначе Он нас запугивает, естественно Тяжёлые будни наёмные убийцы Блин, не хочу пока на Ямайку плыть Там ещё кресты всякие Я вообще плавал на Ямайку? По-моему, нет Где здесь вообще Ямайка? Я что-то остров этого не увидел А-а-а Блин, слушайте Зато Ямайка здесь близко поплыли Я думал, сейчас придётся полкарты пилюкать Хотел серию завершить Но раз она рядом То почему бы и нет Вот то, что Ямайка близко Мне это нравится Только Хотя, может, она так располагается Вот, короче, в ГПК То, что Ямайка так далеко от острова От Эспаньё Вот от этих всех В реальности она, по-моему, поближе Вот примерно на таком расстоянии Только По-моему, она Погодите, там Куба Она, по-моему, должна быть вот здесь То есть чуть ниже То есть она как бы здесь в этой части Но на самом деле Она вот где-нибудь Вот тут должна быть Где Исламона Только чуть пониже Чуть левее Но в любом случае Я рад, что хотя бы Ямайка близко Это уже пока Вот за это я готов похвалить Так, ну с пиратами Мне вообще не упало драться Блин, я причаил случайно Ну ладно Зато пираты пропадут Блин, вы просто посмотрите Красота Блин, жалко интерфейс убрать нельзя Я бы скриншотил Хотя, может, как-то он и убирается Я не помню Нет, погодите Так Нет, брошенул Вот, красота Надо скриншотить Нет Вот так даже красивее Мне так больше нравится Такой закат красивый Класс Блин, ну вы реально Ну посмотрите сами Не в ККС Не в ГПК Не в Корсарах 2 Я подобного нигде не видел Вот солнце реально классное Такое прям И заката очень красивый Даже с модом на облака В ККС Такого я не видел Тут реально Вот как будто на небо смотришь Там Как-то Не то все равно Ядрить Я вообще в другую бухту доплыл Ладно, плывем Я надеюсь Хватит Расстояние Чтобы доплыть Тут еще какой Да, тут квест Фортуны есть Это я точно помню Ну, что тебе Томас Ливси А это что за квест? А, фортуна, понятно Окей Окей Блин, ребята Да я Не-не-не Серь, я не завершаю Не переживайте пока еще Давайте-ка я загляну В список Квестов И посмотрю Что еще есть На Ямайке Вега Таверна Таверна Санхуана Катана У торговца на Ямайке Фортуна Ямайка Уже взял Эпидемия Ямайка После прохождения Квеста Тяжелые будни Наемного убийцы О как Значит Имеет смысл Пройти Блин, тут у кого-то я видел Есть квест На террасу Золотую Хотя Нам смысла Нет ее пока Брать Катана У торговца На Ямайке Да, вот сейчас Надо обязательно К торговцу Заблинуть Катана Это тема Катана Это мне нравится Сейчас еще Другое Посмотрю Проходил У меня просто Два документа В одном Подробно Как бы Квест Расписано Награды Деньги Так Ну это все Фигня На самом деле Тяжелые будни Наемного убийцы Да Требование Пройти 5 сюжетных Квестов Чтобы его взять Ну понятно Фортуна Тоже После 5 квестов Берется Награды Все или ничего Конкретно Не написали За квест Серебром Который я пытался Взять В той серии Кстати Деньги Пиратская сабля Гидра То есть Две сабли Которые у меня Кстати Есть и деньги Ну так себе Время Возвращать Долги Порту Святого Мартина Требования Корабля Первого Или второго Класса Что-то мне Квест пока не дали Видимо Надо тоже К сюжету Продвинуться Хозяин А вот Честный Капитан Хозяин Магазина На Мартинике Деньги Золотая Кераса Надо Запомнить Доставка Кош Эпидемия Тоже Берется На Ямайке Но После Проходения Будней Наемного Убийцы Спустя Два Месяца Так Мини Квест Вот Есть Какой-то Маргарет В порту Ямайки Да Всякие Мини Квесты Есть Которые Дают Интересные Вещи Порой Интересные Тут Описания У некоторых Квестов Пишут У некоторых Квестов Типа Награда Как повезет Классно Или Цель Квеста Выжить Прикольно Мертвая Находка В одном из Домов На Ямайке Ну Видимо Труп Найдем Ладно Хрен С ним Вот С катаной Меня Реально Торкнуло С катаной Это Мне сам По себе Такой Меч Нравится В реальной Жизни Лично Мне Так что Я бы Поторгуем Капитан Так Он так Странно Диалог Начал Но Что-то Он мне Квест Не дал Что-то Как-то Странно Он Торгует Чувак А Как Катану У тебя Взять Чел Ну Он Вот Так Начинает Диалог Как Будто Реально У него Какой-то Квест Есть Не Стандартно Но При Этому Слушайте У меня Нет Никакого Желания С вами Болтать Но При Этому Что-то Квест У него Не Так У Нас Катсцена Люди Говорят Что Мой Ром Как Раз С Этим Товерщиком С С С С С У 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 Дайте Труп Обыскать Дайте Труп Обыскать Козой Я Еще Не С С С Я Его Задел Что-ли Бля Хому Ну Только В Корсарх Такое Возможно Где У меня Сейф Последний Резиденция Монтесарт Час Назад А Нет Не Час Назад Вру 25 Минут Назад Чуваки Я Не Хотел Бро Бро Я Тебя Убивать Не Буду Ну Все У 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 Ну Вон Уже Музыка Добрая Играет Все Чувак Может Саблю Снять Смотри Видишь Я Саблю Убрал Как В Примирении Ну Че Ты Сышь Трясешься Ты Скал Ты Капитана Будешь Ну Давай Тряс Музы Тряс Сы Давайте Корабль Найду Давай Поговори Сам Почему А Почему Не Сохранился А Почему В той Резиденции Я Сохранился А здесь Нет Ладно Спасибо Всем За просмотр Удачи Пока Не Зря Вот Вам Говорю Почаще Сохраняется Особенно В Корсарах Блин А то Вот такая Жива Фигня Будет Давайте Удачи Я Наверное Вне Записи Пройду Все То Что Мы Похерим Ввиду Загрузки Раннего Сейва И Уже Начнем Тоже На Ямайке Я постараюсь И сделал Все То Самое Как И Было Но Возможно Что По Другому Маленько Получится Короче В следующей серии Разберемся Давайте Удачи Пока До Новых Встреч Не Болейте